Наяву, по перрону, озёмка стелится, я сажусь на скорой в Москву, разольётся за окнами голубой, при вокзале... Продолжение следует... Совсем не обязательно ждать помощи спасателей... Ведущих автопроизводителей. Номер один по поставкам. Эти две страны, я имею в виду Китай и Россия, стараются чуть-чуть дистанцироваться. Ну и вот перспективным очень представляется двигатель строения, потому что в данной ситуации российские специалисты всё-таки имеют преимущество. Радио «Зенит» в новости. Девять часов тридцать минут в Петербурге. Студия Александра Худякова. Здравствуйте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 460 избирательных участков. Ещё пять открылись в пунктах временного размещения... Олега Воронова. По его словам, в Луганске, как и в Донецке, для приёма гуманитарных грузов подготовлено несколько складов для топлива, стройматериалов и продуктов питания. Всего в этот раз было отправлено около тысячи тонн гуманитарного груза, уточнил Воронов. Премьер-министр провозглашённой Донецкой Народной Республики Александр... «То есть три часа?» «То есть три часа?» «То есть три часа?» Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сегодня, по прогнозам синоптиков гидромедцентра, в Петербурге ожидается преимущественно облачная погода. Температура воздуха будет находиться в пределах от 0 до 2 градусов тепла. Временами возможен дождь со снегом. Сейчас в городе на Неве 0 градусов и пасмурно. На Европе плюс. Прогноз погоды. Мы обещали вам... Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok